Кто такой гуру? Мой духовный учитель, как бы дедушка, он сказал, гуру это плод Господа, это плод Кришны, плод Господа. Почему? Потому что гуру, он живет чем? Он живет высочайшими идеалами, и он служит кому? Он служит своему духовному учителю. Он не делает своих каких-либо поступков и чувства гордости, он не хочет возвыситься за счет того, что у него много учеников, он пытается служить каждым ударом сердца, каждым своим дыханием, своему духовному учителю. Поэтому наш дедушка, он дал такое определение, гуру это плод Кришны. Поэтому если нам посчастливиться, найти такого духовного учителя в жизни и получить его посвящение, то мы будем в безопасности, будет нас даже на расстоянии, будет помогать нам, будет нас оберегать, будет нас духовно вести, будет вкладывать нужное слово в наш уста, когда это надо. И он будет додавать нам силу, внутреннюю силу, выдержать все испытания. И мы должны знать, что любое испытание, которое с нами случается, пусть может быть не всегда нам приятное, для нашего ума, для нашего тела. Мы должны знать, что все испытания, они нам посылаются, ну, Всевышний Господь, для чего? Для того, чтобы укрепить нас, сделать нас сильными. Через каждое испытание мы получаем опыт, опыт. А когда мы уже опыт получили, значит, мы уже знаем. Мы можем помочь другим, и мы можем уже сделать уверенно следующий шаг. Поэтому гуру очень важен в нашей жизни. Это ранее необходимо. Даже материальные люди. Нам кто-то всегда должен быть, кто-то, тот, кто выше нас, кто знает предмет лучше, чем мы. И если мы искренние, то мы доказать должны своим искренним желанием, что мы хотим научиться той или иной науке, а не просто высоко говорить. Надо быть очень искренним, чтобы чем-то овладеть. И тогда любую область, даже материальные науки, тот, кто обладает какими-то богатствами, сокровищами, они с легкостью могут с нами поделиться. Но надо не просто быть искренним, надо пытаться им служить, помогать. И не видеть наше вот это честь служения, наше желание. Они даже будут проверять, делать нам как бы больно, нашему эго. Но если мы действительно этого хотим, в виде нашей искренности, они нам помогут. Нас могут обучить наукам, науке, даже месской науке, медицине, допустим. Тибетской медицине. Или там многим-многим-многим другим предметам в материальном мире. Но мы должны доказать свою верность, что мы хотим этому научиться. В духовной жизни сейчас все намного тоньше и глубже. Поэтому мы должны знать, что гуру крайне необходим для каждого из нас. С гуру нужно принять неформально, а нужно попытаться принять сердце. Может быть, у кого есть вопросы, мы можем, как мы сейчас начинаем отвечать на вопросы, мы пойдем немножко дальше. Да, Антонина Петровна? Я православная христианка. Могу ли я взять гуру себе из вашего общества? Я давно общаюсь с нашими последователями. Да, Антонина Петровна, я вас давно помню, уже лет 20. Конечно, конечно, моя дорогая, я рада вас видеть в этом сане. Это сан не ради того, чтобы себя возросли, а сан для того, чтобы себя как бы в жертву принести высшему плану. Ну, тоже к Богу. Это еще что мы будем пытаться делать. Ну, понимаете, это веселы, конечно... Ну, как мы выбираем гуру? Мы выбираем гуру как бы сердцем. Если мы видим, что данная личность может нас углубить на нашем пути, тогда мы должны его принять. Мы должны отвергать то, чтобы было движение. Духовная жизнь должна быть динамичнее. Мы должны чувствовать пульс духовной жизни. Что мы растем, у нас приходят какие-то осмысления. Это не просто как обыденность. Ну, как жирком, когда мы заплыли, у нас уже все талится. Мы все знаем, но на самом деле нет жизни. Мы просто спим, дремлем. А духовная жизнь должна быть динамичнее. Мы должны чувствовать пульс жизни. Да, духовный учитель может принять, неважно, и христиане мы, или мусульмане, или мы бундисты. Мы не имеем значение. Могу, Пасм Степан Брепас, попросить вас быть в моем гуру? Ну, какой я гуру? Я хочу стать учеником. Какой я гуру? Я могу вас привести к истинному гуру. Тот, кто свою жизнь принес на алтарь служение своему гуру. Есть такие личности, кто действительно может вам, вас не только, дать вам духовное имя может изменить вашу жизнь, а может наполнить ваше сердце. Ну, как будто, ну, жизнь. Это мое устремление, моя мечта. Поэтому духовная жизнь должна быть как бы живой, динамичной. Должен всегда ощущаться пульс жизни, чтобы мы растем. Должны приходить осмысления, должны приходить реализации. Деньги бывают, это не одно, не два, а иногда бывает очень много. Ну, тут, конечно, не от нас себя зависит, но можно принять духовную очередь для каждого. Ну, мы должны быть первые, мы должны верить в этот путь. Должна быть вера в этот путь. Должна быть искреннее желание. У нас, в нашей семье, как бы, духовная, у нас не выставляет, когда банк банкрот, то там надо слишком много справок принести. У нас справок, у нас, если искреннее желание, вероисдь дается посещение. Ну, как Ваши традиции вообще трактуют функцию ума? Вот Вы когда-либо сейчас говорили, да, в своем ступительном слое, то отделяли ум и душу, да? В каких отношениях находятся три человека? Ум, ум, это как бы наше тонкое тело, это оружие, орудие души, это инструмент, правильно сказать, инструмент души. Но для того, чтобы ум стал инструментом души, надо его очистить, знаете, от чего? От нескончаемого потока материальных желаний. Его нужно трансформировать. А чтобы этот процесс, как бы, замотивировать правильно ум, знаете, что нужно сделать? Чтобы он почувствовал более высший вкус. Вкус, который вещает каждая душа в теле человека. Ум, знаете, к чем апеллирует? Он апеллирует разными материальными вкусами. Когда мы какие-то ощущения испытывали, и нам было, может быть, на мгновение хорошо, он часто апеллирует этими вкусами. И он часто, когда мы становимся на духовный путь, он старается подставить нам под ножку. и показывал, помнишь, как было, помнишь, как было, помнишь, как было, помнишь, как было. А сейчас материальный мир полностью, начиная с телевидения, прессы, и меску, литература, он, как бы, наводнен этими мирскими вкусами. Очень сложно противостоять одному. Поэтому, как всегда, конечно, в духовной жизни нам необходимо то сообщество, те, кто пытаются этим жить. Не просто внешне следовать, а пытаются этим жить. Жить этими высшими идеалами. Ум невозможно. Его нужно трансформировать. Его невозможно так контролировать. Его нужно трансформировать. И замотивировать его нужно. Высший вкус. Высший вкус приходит, знаете, от чего? От соприкосновения, действительно, с садху, с гуру высшего порядка. И при общении вы, он вы можете, как прожектором вас может ощутить, и душа скажет, да, я этого искала всю свою жизнь. Вот только тогда, и при дальнейшем благоприятном общении, может произойти тотальная трансформация нашего мирского мировоззрения и наших материальных идеалов. Но этот процесс времени и благоприятного общения. А вот люди, ставшие на этот путь, они социализированы, они продолжают уже ходить на работу, включают... Да, конечно, конечно, конечно. А вот о своем выпуске расскажите. Просто интересно, как у вас их поддерживают. Ну, как я зарабатывал на жизнь? Ну, как вы пришли к этому, как изменилась ваша жизнь после этого? Ну, моя жизнь изменилась... Я искал, как бы, могу вам сказать, с детства. У меня были некоторые, может быть, у каждого из нас какие-то были осмысления. Мне было когда пять лет, я получил такое яркое осознание. Осознание, что я никогда не умру, что душа вечна. Ну, вот так вот, как тоже бывает, как удары молнии пронзают. И что вы думаете? У меня, как бы, я начал спрашивать. Мама, ну, свалил отца, бабушку. Как говорят? Они ничего не могли мне понятно ответить. Они мне дали такие расплывчато-туманные ответы, что, как бы, ну, покрыло некоторым мой, как бы, искренний вопрос. Ну, в туман, в туман. И на некоторое время это покрылось туманом. Потом, в 13 лет, у меня было очень, как бы, такое сильное, страстное желание найти гуру. Ну, мы росли в времена застойного Брежневского периода, на 70-е годы. И у нас, ну, тогда, ну, кто-то, может быть, знает, эти годы помнит, сидящих здесь. Тогда, ну, все идеалы, высокие духовные идеалы, они просто были под синие печати. Даже наследие Рериха, которое он, как бы, Луначарскому передал, оно было тоже закрыто. Вот, и снова, как бы, не мог найти общение. Ну, потом так сложилось в жизни, что он круговорот материальных желаниями закрутил. Ну, как бы, ну, новое-новое чувственное наслаждение телесное, понимаете. Ну, человек достигл определенной зрелости. И, значит, он меня, как бы, вьюжит в разных познаниях этого материального мира. Ну, когда мне уже было за 30 лет, у меня тоже так ситуация сложилась, ну, так, звезды встали, был активный Сатурн, и мне очень тяжело было жить. И тогда, как, ну, в одно мгновение, меня, как бы, в один раз пронзило, как ударом молнии, и пришла переоценка всей жизни моя. Вся жизнь, она пролистнул, ну, я пролистал всю жизнь. На внешнем уровне ничего не произошло? Нет, это внутренне, внутренне, как ударом молнии произошло. И вся моя жизнь, она пролистнулась, как, ну, как книга. Все мои идеалы, которыми я жил, я понял, что... Я жил просто как животное, мне пришло такое понимание, что ты живешь как животное, многое. Все твои идеалы не так же, понимаете, никчемные. Чисто материалистичные. И тогда я начал искать путь, я, ну, я ходил в христианскую, искал свой путь, на что у меня сердце связонирует. Ну, так получилось, что я получил соприкосновение с Гавади-Вачнавской традицией, я соприкоснулся с Бхагавадгитой, Шидеши Панишат, еще ряд книг, которые были выпущены в то время, ну, так и сами с Датом. И это меня, как бы, очень вдохновило. С этого момента, как я открыл Бхагавадгиту, вся моя жизнь, она, как бы, перевернулась. И с того дня, и по сей день я пытаюсь идти по этому пути. Я действительно обрел, как бы, счастье. Не важно, я во дворце живу, или я живу в машине, или есть ли у меня там деньги, или нет денег. Это не важно. Внешние, как бы, уже события, обстоятельства, они не влияют на ощущение внутреннего счастья. Оскорбляют меня или хвалят. Ну, приходит такое, как бы, ощущение внутреннего счастья, которое не зависит от внешних обстоятельств, от внешних причин. Поэтому могу вам сказать, то, что это путь, работа, сто процентов, я могу вам сказать, я на себе, как бы, испытал его, работа сто процентов. Я на своей жизни, я занимаюсь искусством, я всю жизнь, я родился в семье художника, мой отец художник, но он очень дело это свое любил, и, как бы, некоторый, как бы, может быть, вкус, искусство, ну, также еще с рождения, когда мы рождаемся, есть определенные звезды в разных домах. В моем гороскопе, как бы, сильная венера, она в девятом доме. Это говорит о том, что есть полностью искусство. Ну, да, я как арт-дилер выступал, я продавал, как бы, занимался продажей проследений искусства. Я немножко понимаю искусство, вижу искусство. Могу отличить подделку от хорошей копии даже известных художников, ну, там, начиная, так сказать, со середины девятнадцатого века. Это мой, как бы, был бизнес до недавнего времени. И сейчас, в принципе, мне-то, чтобы поддержать себя в поездках и в каких-то там других духовных начинаниях, у меня большая коллекция, особенно картин, я пытаюсь также продвигать русских художников на рынке. Мы в Китае несколько выставок провели, в Пекине, там, в Шанхае и в других местах. Поэтому духовный путь габдевашнавизма, бхакти-йоги, он работает на все сто процентов. Я вам говорю, так как я этим пытаюсь жить, какое-то уже время, может быть, там больше двадцати, там, ну, тридцать лет. Работает на сто процентов. Я вижу много людей, ну, даже, ну, таких людей встречали, кто, ну, наркоманы были, кто по пятнадцать лет кололся. И соприкосновения с этой традицией, они как бы становились, ну, на путь святости, становились совершено трех людей. Тяжело следовать пути? Были ли у вас моменты, когда действительно было тяжело? Вот вы сказали про испытания, когда вот что-то вам подкидывалось такое, потому что, или у вас сразу получилось, вот что-то у вас там торкнуло, вы сказали, я пойду по этому пути, и сразу стали музеями так святые. Нет, тяжело будет всегда. Насколько это бывает тяжело, скажем так, диалог самим с собой, ну, как это, когда вот ты понимаешь, что ты просто видишь, что ты поступаешь... Тяжело будет всегда, я вас понял. Тяжело будет всегда. Не просто когда-то было тяжело, а сейчас стало легко. Тяжело будет всегда, понимаете? Дело в том, что когда мы уже осмысленно движемся, ну, мы понимаем, что все испытания, это есть как нам... Мы проходим некоторый урок на зрелость. Любое испытание, которое нам посылается, ну, Господа, ничего просто так не происходит. Даже травинка без позволения и воли Господа не шелохнется. Мы должны понимать. Не просто кто-то нам, вот мы такие хорошие, а вот нам взяли и сделали плохо, понимаете? Нет. Любое испытание посылается нам для того, чтобы нас укрепить и сделать по-настоящему сильнее. Легко не будет никогда. Но это сочетается, как вы говорите, ваше счастье внутри? Да, это... Потому что вы говорите тяжело. Да. Как вам это сочетается счастье? А начальное дело в том, что все эти испытания, я как бы стараюсь, ну, знаете, как понимать, с улыбкой и радости, и счастья, и безгоды, и с самой ужасной ситуацией, когда начинают оскорблять и лить такую грязь, понимаете, которую просто... Ну, я не знаю, где люди берут меня. Я стараюсь только... Господи, Ты очень милостив ко мне. Я благодарю Тебя за это. Ну, как вы не знаете, где берут? Ну, ну... Ну, все было... Бывает такое, что... Было опыта до встречи с учителем. Ну, да, было, конечно. откуда это берется. Конечно, что-то понимаете, ну... Есть также, знаете, какое отношение к этому правиле? Что... Если что-то случается с нами, очень ужасное, я, ну, как-то стараюсь к этому относиться. Знаете, как? Что значит? Я в своих прошлых жизнях, в этой жизни я совершал много греховных поступков. И сейчас приходит некая отработка и осмысление этих, как бы, греховных реакций на мою жизнь. Вот здесь есть. Я стараюсь принимать это. Ну... С некоторой, как бы, как бы искоркой радости в своем сердце. не винить всех вокруг и говорить, что все плохие, а я хороший. Я стараюсь это с открытым забором принимать. Видя в этом очередной урок. Можно? Да. Вот вы говорили про чувство счастья. Я его называю чувство радости, наверное, какое-то внутреннее. Но вот бывают такие моменты, когда, скажем так, ты впадаешь в состояние нерадости, то есть такое обрывает себя чувство. И как же поддерживать? То, что нужно в этот момент делать, чтобы вернуть внутреннее вот это состояние счастья, радости, не фалии, а вот именно такое спокойствие такое внутреннее. Несмотря на то, что происходит снаружи, во внешнем мире, как постоянно поддерживать себя в этом состоянии? Нужно иметь внутреннюю устойчивость и поддержку гуру, поддержку единомышленников по духу. Когда есть поддержка гуру, для чего мы принимаем гуру? Когда мы принимаем гуру по-настоящему, истинно, он всегда нас изнутри поддерживает. Он всегда поддерживает и заботится о нас. И нужно иметь еще что? Общество как бы соратников, можно сказать, ну, те, кто пытаются практиковать бхакти-йогу, кто пытается искренне идти по этому пути. Пусть даже это не всегда могут быть те, кто идет путем бхакти-йоги или гава-дио-ошнавизма. Могут быть искренне те, кто пытается идти путем христианства. Они могут вам что-то подсказать и опор вам до него. Такое часто бывает. Когда устойчивость важна. Устойчивость приходит от практики, от общения. от знания, что все, что приходит к нам, это приходит как благословение Бога. Пусть даже самое неприятное для нас. Эго. Эго, мы все воспринимаем. Что не по-нашему, эго, все это плохо. Все это плохо. Там кто-то даже самый симпатичный, добрый человек нам сказал какое-то слово, не всегда нам приятное. то, что нам нам кажется все, это уже наш враг. Эго так считает. Эго. А ум у него две функции. У него есть санкальп и векальп. Он принятие, он принимает все, что он считает нравственным, хорошим, и отвергает все то, что нехороше он считает. А вот это видение, эту призму ум имеет от прежних клише, которые мы с вами из жизни в жизнь веносим. Ум тонкое тело, эго, ум разум еще более тонкая субстанция, чем ум и аханка тонкое тело с душой. Он переходит из жизни в жизнь. То есть эго у нас тоже знает то же получается. Эго, да, аханка это есть большое эго. Когда оно делится, у нас у каждого есть эго, оно переходит из жизни в жизнь душой. Но когда мы живем интересами тела, тонкого, мы замотивируем науку, тогда мы замотивированы извиняюсь. Когда мы замотивированы на какие-то достижения в материальном мире, получение радости, мирской счастья, хотим славы, тонкое субстанство, которое порождено чем эго, мы от этого испытываем некоторое счастье, эйфорию, насколько это длится, считанные мгновение. Мы также замотивированы на что? Получить, заработать, много денег, добиться чего-то в жизни. Это тоже все оказится эго. Это все ненадежно наши друзья. Поэтому когда мы черпаем радость, и даже в трудности идем не просто все весь мир начинают, а идем за помощью тем, кто нам может помочь, тогда кто действительно пытается жить духовной жизнью, не могут по-настоящему нам помочь. Из-за их наставлений, из-за добрых слов мы можем получить опору и защиту всех. А также священное писание. Бхагавад-гита, Шимар-бхагава, Библия, пожалуйста. То есть опора может быть не только человек, но и какое-то священное писание? Конечно, конечно. Почему? Священное писание наполнено чем? Оно наполнено жизнью святых. И основываясь на жизни святых, они делятся с нами щедро своей реализацией сердца своего. Поэтому можно и конечно практика молитвенная жизнь это в данном случае молимся и повторяем всегда именно Господа. Поем баджины. Сейчас мы немножко разрядим, споем пару баджинов, а потом дальше. Если у нас будет время, мы можем отвечать на ваши вопросы. Я ответил на ваши вопросы? Да, спасибо большое. Мы хотели с самого начала спеть это вот так делается. вагоне, понимаете, когда тело страдает очень сложно, когда вся жизнь перевистывается, привязанность к всей жизни. самое лучшее, что можно сделать, знаете, в храме священной пищей и угощать, и святой водой. Вот самое лучшее, что можно сделать, ничего больше вы не сможете делать. Или может быть, знаете, что на магнитофоне можно записать молитвы, пение, песнопение монашеское песня. Благовоние можно жечь миски. Они тоже очищающие силы, астральные очищаются. Поэтому самая лучшая помощь, больше мы никак не сможем помочь. Это священной водичкой. У нас все это в нашей традиции рекомендуется листиктулосе. А можно мне еще демократ кормить? Да, Четыречный Не могу вас к вам по-другому отнестись. Какой лягой? У меня есть 75 лет. Он был в пыте и принес тяжелую депрессию. Но я смогла его спасти, он приехал домой. Но в два месяца он как бы не работает. И в таком состоянии как мне себя вести. Мой священник сказал закройте холодильник не кормить его. Я не приняла этот совет. Как мне подождать его полное воздравление и возвращение к жизни? Или как-то еще что-то сделать чтобы он быстрее это сделал? Ну наверное самое лучшее наше материнское сердце всегда отдаст последнее. Кто бы что ни говорил. Материнское сердце отдаст последнее. сердце говорит терпи помалки люби его покажи что он он сказал что я ничего не знаю что я хуже всех на свете сейчас пытаюсь поднять его опять до самоуважения. сердце говорит терпи и жди и все придет правильно да? Ну терпи и жди это было знаете написано где на его было в миосарстном где он обычно крест и там было смирение нужно упражняться смирение в терпении готов оказать почтение всем и требовать для себя и также еще был терпи и жди мы должны делать все возможное материнское сердце оно всегда будет жертвовать собой даже своей жизнью Можно еще один вопрос на котором я не могу найти но я много лет уже вы знаете я христианка я почти всегда читаю сосуд молитв вот неделю назад у нас случилось такое я готовлю пить что-то делаю и я себя вижу еще в других ситуациях вот я на кухне стою но я себя еще вижу где-то в каких-то событиях четко чувствую что я там проходят какие-то события это что мое умопомешательство или я уже в какие-то тонкие меры могу проникать ну я не знаю что что-то может быть но есть медиумы которые могут находиться в других местах медиум вы же немножко медиум да чуть-чуть нет но так такое может почему нет только нужно об этом говорить тем кто может вас понять а если вы скажете простому человеку который живет как животное просто в силе человека оно вас не поймет еще вопрос вы несколько раз произносили слово счастье ваши традиции понятия счастья это что если это можно выразить конечно словами потому что об этом всегда говорят и к этому стремимся никто не знает что ли такое а ну видите ну дело в том что сколько людей столько понятий счастья правильно сколько людей столько понятий счастья ну каждый стремится к счастью счастье вы знаете когда когда вы черпаете вот этот когда вы соприкасаетесь с божественной божественной можно глазами не убить потому что это тонкая субстанция и вхождение в ту сферу только через глазами веры происходит когда вы соприкасаетесь с божественным или с носителями этого плана божественного понимаете святые которые владают таким таким могуществом и силой что вы соприкоснувшись с ними вы сможете ярко ощутить счастье внутреннее счастье которое не зависит ни от каких внешних обстоятельств вы почувствуйте что именно то что вы искали всегда вот оно вот оно счастье которое я всегда искал я хочу жить ради этого счастья я хочу стремиться к этому счастью я хочу сделать все возможно чтобы это счастье было вот такое может произойти скажите а вы от чего испытываете счастье от духовной практики от общения со святыми от молитвы общение со святыми как это происходит я могу слушать их могу слушать то что они говорят как они трактуют священное писание как они дают срез понимание священных писаний дальше когда я на расстоянии пытаюсь им быть полезным на расстоянии когда я пытаюсь жить с ними в одном интересе а вы можете привести пример конкретный какую-нибудь историю когда вы почувствовали что или вы помогли святому или он вам помог ну вот когда я встретил своего гуру у меня был духовный учител в одной традиции в одной семье духовный ну так получилось что он оставил я сказал что я вас дальше не могу духовно вести он сказал втечите себя другого духом и когда я встретил одного действительно садху такого святого обладающего огромным могущества и силой буквально он сказал два слова я тут же испытал знаете что у меня волосы встали я держал слезы глаз потекли а что он сказал он сказал просто ну не мне сказал он вышел в зал начал общаться его тональность понимаете а я ждал как бы есть симптомы как найти истинно духовного учителя есть симптомы в писаниях официальных писаниях что при этом может случиться с нами вот у меня такое произошло слезы из глаз потекли волосы стали дымом действительно волосы стали дымом и такие признаки экстазы такой ну как бы изнутри из сердца понимаете очень яркая такая волна я просто жалко чтобы не показать другим изнутри подсказка прими это твой такой испытал так и вы ему предложили стать глупцами нет я к нему подошел на следующий день в этот же день вечером подошел тот кто его привез в Россию из Индии такой у нас есть очарь бог тебе мало в отход махарадж такую программу ведет всемирную программу ведала ведала в.ру там есть сайт где он распространяет ведическую культуру здоровый образ жизни вегетарианство очень активно по всей России даже в Китае уже есть разные йога-фестивали проходят недавно был йога-фестиваль в Куганчжоу там где-то было наверное человек 400 китайцев там были все счастливы поэтому вот это и все происходит изнутри счастье оно знаете настоящее счастье оно не зависит от нижних обстоятельств и от нашего положения в обществе и от денег которые мы накопили в процессе труда и славу которую мы приобрели в процессе нашей жизни и усилий это все знаете как это все со смертью тела мы оставим деньги миллионы в швейцарском банке и все все то что мы приобретем идя по духовному пути это пребудет там и вечно это называется сукрити такой термин сукрити запас благочестия который нам позволяет в какой-то из жизни привлечься определенными духовными идеями и посвятить этому жизнь а сукрити и вера они как бы идут вместе в одной команде не работает в зависимости от глубины сукрити благочестия у нас появляется ударенная глубина веры понимания есть люди которые я встречал буквально молодые люди им было по 17 лет ну какими-то они мистическими они привлеклись духовной и сейчас настоящие профессора духовной науки профессора атеизма они очень глубоко могут понять понимать суть наставлений святых как бы священное писание они живые понимаете можно видеть что они с вами разговаривают они начинают вам открываться но это может начать происходить только знаете когда когда вы как-то связаны со святыми как-то вы связаны с гуру только тогда когда вы благословлены наша жизнь становится благословлена святой личностью а святые они вот вы говорите это о живых людях только о живых о живых они настоящие святого никогда не думают он не будет показывать что он святой а наоборот он себя считает ну таким греховным человеком даже фильм остров он никогда не верил в себя понимаете вот случай его в жизни молодости когда он малодушничал всю жизнь дерзал вот сценарий у Господа на каждой души свой сценарий вот на его сценарий у него был такой как или кто может быть фильм Махавхарата смотрел вот сейчас был замечательный фильм Махавхарата сколько 167 серий ну не по 20 минут ну прекрасно сделан замечательно там жизни кунти показан если кто-то помнит я расскажу кто-то не помнит но она она родилась очень благочестиво была в хорошей семье и как-то к ним пришел великий подвижник Дурваса он мистик это воплощение Господа Шивы частичное воплощение Господа Шивы и он ну она была настолько понимаете ну воспитана правильно с малышкой матери уже некоторые ведичкисты воспитаны в жизни их проявляла служа святым служа там ну старшим почитание старших всегда и служение старшим и она смогла своим служением удовлетворить этого великого подвижника и он дал ей мантры определенные вот я тебе даю пять мантры он дал разных но он не сказал не пояснил ничего ничего и когда он уже ушел она решила будущей девочкой целомодренной девочкой она решила повторить одну из мантр когда она повторила мантру пришел Господь Солнце Милослан а эти мантры были такие что понимаете когда это были мантры еще раз пояснил что эти мантры они повторяя определенные эти мантры приходили определенные полубоги в данном случае она повторила мантру Господа Игослана Господь Солнце пришел к ней и когда при повторении этой мантры когда он приходил он тоже был зачатен детям сына было это было такое небрачное зачатие он просто взглянул на нее и зачал ее ребенка и тут же она через буквально за считанные минуты она рождает этого детя мальчика и чтобы ее все не осуждали и понимаете не проклинали какая она распутная и плохая она его в корзиночку и в речку что вы думаете все всю свою жизнь вот этот поступок который она совершила еще будущий неразон когда ребенка он ее всю жизнь он его тяготил как вот фильм о остров поэтому она молилась если она молилась то она молилась изо всех сил если она звала Господа она делала это от всего сердца потому что она не считала себя святой она себя считала греховной потому что такой поступок был с одним великим греховным действием поэтому она даже есть одна молитва священную Господу Гришни она говорит Господь пусть испытания и беды будут обрушиваться на меня постоянно потому что испытания и беды не дают забыть тебя не на мгновение поэтому я когда испытания и беды приходят то мы начинаем что? вспоминать Бога и молиться Его по-настоящему а когда у нас все хорошо мы что мы сами как Бог когда еще денег много зарабатываем все можем купить себе позволить что? в этом состоянии тоже можно молиться и благодарить Бога и помогать кому-то да конечно я говорю большинство людей мы забываем о Боге когда Оно хорошо мы забываем о Нем вспоминаем о Нем тогда когда Оно плохо поэтому царица Конч она говорит пусть беды испытания постоянно приходят ко мне чтобы я могла никогда не забывать тебя Господи помню я тебя всегда каждым своим дыханием каждым ударом сердца я смог ответить на ваш вопрос хотя бы частично частично чуть-чуть но вы меня простите если я не смог ответить я вам подскажу знаете что у нас есть много даже если вы интернетом пользуетесь у нас много сайтов хороших где можно послушать лекции наших духовных учителей где-то можно почитать на разные темы есть audiiveda.ru у нас сайт такой есть хороший там можно всю палитру начиная с семейных отношений как их гармонизировать как сделать их совершенным неправильным и кончая высочайшим атеистическим действием мы пытаемся следовать пути бабки-йоги мы пытаемся идеи бабки-йоги ну донести до людей пусть это будет даже сам несовершенно молодая сам скажите а вот как из своего ума вырвать корень вожделения корень греха вожделения и перестать думать о противоположном боли о сексуальном наслаждении и при этом не сойти с ума потому потому что я наблюдаю что это все умело творится то есть тело уже не в состоянии делать то что я делал когда-то в этом вопросе но ум хочет наслаждаться он хочет наслаждаться и меня не спасает ни восемь процессов преданного служения ни хатха-йога ни садху-санга то есть вообще ничего не спасает я схожу периодически с ума и я позволяю себе проживать это вроде как отпускает немножко это нужно реально прожить принять ответственность греха с вашим я вас понял или у меня есть еще возможность все-таки встать на путь брамачарин я вас понял трансформировать это в акте ну понимаете это это очень все очень весьма индивидуально если конечно вожделение очень сильного может в этом случае помочь здоровое общение если вы будете общаться с теми кто погасил этот огонь вожделения это будет проще его преодолеть а если вы понимаете в этом миру все движено чем только вожделение в основном вожделение похоть и все остальное вожделение гнев жадность и люди и так далее это все наши враги которые живут в нашем сердце понимаете вот это материстичное представление которое мы сейчас имеем о себе я из тела оно уже в наших костях понимаете в кости спечаталось но благодаря хорошему здоровому общению позитивному общению с теми кто не просто практикует а кто смог это побороть в себе это самый простой способ как бы усмирить вожделение нужно ум наш разум вооружить сильным здоровым правильным знанием если конечно и это тоже не помогает ну тогда пожалуйста заведите семью нормально можно стать семейным человеком можно стать семейным человеком но надо жить регулировать это если вы будете постоянно даже если в семейных отношениях нужно уметь это контролировать регулировать регулированные понимаете похотливые желания они не дадут вам духовно расти они вас будут запутывать в материальных представлениях есть материальное дело и так далее это будет сложно вы можете в некую двойственность попасть вы должны осознать это даже в семейных отношениях двигаться осознанно понимая для чего вы создали семью для того чтобы начинать здоровых детей для того чтобы помогать в какой то душе родиться в вашей семье ну не факт что все кто примет у вас рождение не ваши дети дальнейшем они вас там лет ну это такой процесс очень индивидуальный нужно общение здоровья когда практика станет с теми кто-то движется осознанно кто смог победить этих врагов в своем сердце или по крайней мере находится с ними в некотором ну в осознанной борьбе с ними он знает как с ними их возберить вожделение потому что весь мир он нам навязывает идеи вожделения интернет строит открыть кино там так далее там такие миростные файлы запускают что приходится их выводить из себя я по себе знаю поделитесь своим опытом как вы смогли преодолеть умея эти пожелания особенно вот у меня возраст где-то с 20 до 40 интересует понимаю что там если ты начал заниматься бахти-йогой в 20-30 лет то в 60 это нормально путем воспитывания святых имен Бога то есть отказываешься вполне естественно от сексуального самослаждения